МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легендарная порода лошадей таракен в Рязани находится на грани вымирания. На бывшем рязанском конном заводе сейчас содержится 20 маток из 300 голов, существующих в России, которые пока еще способны давать чистокровное потомство. Однако если сегодня же не заняться их лечением, рационом и не применить должный уход, популяция таракенов в Рязани будет уничтожена. Мы увидели, в каком состоянии в данный момент находятся лошади и что скрывают стены бывшего рязанского конного завода, расположенного рядом с городом Рыбное в поселке Дивово. Это фотографии лошадей породы таракен. Так они должны выглядеть при правильном уходе и регулярных тренировках. Таракененская лошадь сейчас является верховоупряжной спортивной породой. Она была выведена в Германии. Еще в начале 18 века на территории Восточной Пруссии была поставлена задача обеспечить армию отличными кавалерийскими лошадьми – резвыми, неприхотливыми и выносливыми. Через столетия в производители допускались лишь жеребцы с крупным ростом, длинным корпусом, крепкими ногами, длинной прямой шеей, отличавшейся добронравностью. После Великой Отечественной войны эта порода в Германии была на грани исчезновения. Многие лошади погибли, другие были захвачены советскими войсками. В 1956 году на планете осталось лишь 602 кобылы и 45 жеребцов. Сейчас в Германии можно наблюдать самую большую популяцию таракенов в мире – более 4000 голов. В России их не больше 600. Эти лошади в 60-е годы были переквалифицированы из кавалерийской породы в спортивную. Когда-то Рязанский конный завод, принадлежавший государству, занялся разведением именно этой породы. Вообще таракены здесь появились где-то в конце 80-х. Это был один из лучших заводов страны Советского Союза. Они все чистопородные лошади, все они подтверждены по происхождению. Их очень много в спорте было. У них и прошлые заслуги есть, и сейчас лошади в спорте выступают. Но в основном тут лошади для конкура используются, для преодоления препятствий. Ранее Рязанский конный завод являлся частью единственного в России института коневодства, который расположен буквально в километре от предприятия. Сейчас завод находится в частных руках, и некогда игривые, красивые и довольные сытые кони выглядят убитыми голодом и болезнями. Владельцы бывшего Рязанского конного завода считают, что о гибели лошадей они не должны сообщать никому, сами решая судьбу редкой породы. А ведь за прошедший месяц, по последним данным, здесь погибло семь лошадей, в том числе жеребята. А заключение ветеринара есть по павшим лошадям? Они не пали, они уже пали там давно. Это акты составляют с хозяевом. Вот у вас собака умрет, вы что, пойдете ветеринара вызывать? Вот у меня собачка умерла. Тут то же самое. Акты, да, была одна лошадь, они приезжали, они как бы рыли яму, сожгли труп. Все, как будто утилизировали. Нам также удалось обнаружить мертвого жеребенка пони. Как минимум четыре дня он лежал прикрытый пакетом в одном из помещений предприятий, который не имеет дверей и в него можно заглянуть с улицы. Он обязан ее вскрыть на утильзаводе в Рязани. А они говорят, что они не вскрывают лошадей. Ну плохо, это значит, не дают информацию нам. И они не будут вскрывать, а их, может быть, рабочий будет с нами, наша служба будет вскрывать. Вот смотрите. Они обязаны, или это все-таки... Это обязано. Есть этот закон утилизации. Несмотря на то, что они частники. Да, все должны. Путать божий дар с яичницей для руководителей этого завода – привычное дело. Сжигать павших лошадей и не давать овес животным годами, при этом утверждая, что худоба и болезни животных – это нормально. До сих пор директор завода отказывается от официальных комментариев. Однако в телефонном разговоре с ним нам удалось узнать позицию руководства предприятия. У меня корма в избытке, мне кормов не надо. А в лошади старые, им по 26 лет, им кобылам, сухую, и остальные лошади, все нормально. Жеребята тоже тоненькие, худенькие. Кости на попе торчат. Ну это старые кобылы, по-первых. Жеребята. Ну это старые кобылы. Вот приедет зашита животных общества, тебе мало не покажется. Я говорю, что ты довел их до такой степени. Вот так нельзя, я говорю, делать. Приезжай, посидим, поговорим, как дальше работать. Во-первых, как сказали там девчата, которые арендуют коню, это денники там. С этого февраля прошлого года овес не давали. Ну это их слова, насколько поверили. Но они похожи на то, что они овес не ели, честно сказать. А сено тоже желает как бы получше. Раскрывали мы там рулон прям с этим, как его, конюхом. Там одна плесь. Да, у нас были проблемы, не было овса. Потому что хозяевам тоже как бы, у них сейчас нет финансовой возможности вкладываться. Поэтому на самоокупаемость. Двое против одного. Кто же здесь говорит правду? Вид 60 лошадей говорит о том, что они как минимум не получают положенного рациона. Цель разведения тракенов на этом предприятии заключается в их продаже. Люди обычно покупают их для занятий спортом или для души. Но дряхлых больных лошадей теперь никто приобретать не хочет. С ними необходимо было заниматься профессиональным берейтером. Последний раз лошадей объезжали в феврале этого года. Теперь бесхарактерные, замученные, бесформенные, испуганные лошади, которые живут в режиме жизни коров, не интересуют спортсменов. Для того, чтобы слепить из них конфетку, потребуется много моральных и финансовых вложений. Однако уже появляются заводчики, которые пытаются выйти на контакт с директором Рязанского конного завода Владимиром Храповым, чтобы перекупить себя в хозяйство по несколько голов. В свою очередь Храпов пока что разбрасывается угрозами о том, что отдаст всех лошадей на убой. Люди готовы даже оттуда выкупать измученных животных. В прокуратуре Рыбновского района по многочисленным сообщениям средств массовой информации о том, что в ООО Рязанский конный завод гибнет уникальная порода лошадей, организована проверка. Проверка проводится с привлечением специалистов Главного управления ветеринарии Рязанской области на предмет соблюдения правил сбора и утилизации биологических отходов, а также содержания животных. Кроме того, по поручению прокурора района отделом органов внутренних дел по Рыбновскому району проводится проверка в порядке статей 144-145 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации на предмет наличия признаков преступления предусмотрена статья 245 Уголовного кодекса России, то есть жестокое обращение с животными. Вот до каких статей доходят крупные предприятия. В свою очередь, любовь к лошадям, которые являются весьма нежными и ранимыми созданиями, выглядит совсем иначе. Для спортивных лошадей своя поддержка спортивного состояния, а мы, ну, частные, которые чисто для себя держим, ну, конечно, лошадь должна двигаться каждый день, потому что движение, как для любого животного, как, в принципе, для людей, это жизнь. Вот, ну, час в день надо по-любому с ней поработать, поездить, шаг, рысь, голубь обязательно. Вот, или же, если не ездить, то на корде погонять хотя бы минут 20, чтобы она подвигалась. Елена более 20 лет занимается с лошадьми. На протяжении всего этого времени у нее всегда были собственные животные, за которыми она научилась ухаживать. Сейчас вишня не участвует в спортивных состязаниях. Она была приобретена Еленой для души. Однако девушка регулярно ее объезжает, моет, чистит ей шерсть. Это лошадь породы русский рысак. Зовут ее вишня. Сейчас ей 11 лет, а полгода назад она родила жеребенка. Мышцы, подтянутое тело и красивый вид появляются только в результате тренировок и регулярных прогулок. В отличие от Рязанского конного завода, где, по словам директора Кобылы, худеют после родов, вишня переживает этот этап жизни совершенно иначе. Ваша лошадь недавно принесла жеребенка, правильно? Как она долго восстанавливалась? Похудела ли она после родов? Нет, они, как правило, сразу восстанавливаются, родили, так сказать, и поскакали. Поэтому не похудела она, наоборот, вот она никак не похудеет. Забота людей делает из любой лошади красавицу, так что вы сами можете решить, с каким отношением подходят к работе сотрудники Рязанского конного завода. Видела ли ты когда-нибудь вообще лошадок в плачевном состоянии, где-то, может, у знакомых? В основном, конечно, все в интернете, потому что у меня вот такой пример, чтобы я на лицо, вот, слава богу, так. Ну, в интернете много информации, и я в шоке, конечно, зачем люди разводят лошадей, если они не могут их ни содержать, ни ухаживать. Но для чего тогда они вообще еще и размножают их, это я не могу понять. А так, да я не знаю, что сказать таким людям на самом деле, потому что, мне кажется, им что не говори, что говори, у них, они не поймут. Вот и все, у них нет этой любви, наверное, у них вот чисто есть тут куча лошадей, и все. Ты любишь вишенку? Естественно, это моя любимая. В заключение хотелось бы добавить, что пока директор конного завода грозится сделать конскую колбасу из тракенинских лошадей во время проведения проверки. Быть может, кто-то из меценатов обратит внимание на эту проблему. Животным, находящимся между жизнью и смертью, нужен корм, витамины, медицинские препараты. Если лошади выйдут из этой трудной ситуации, они обязательно отблагодарят своих хозяев сильным и здоровым потомством. И с течением времени, возможно, то место, где будет обитать эта порода, сможет вновь завоевать лидирующие позиции среди конных заводов в России и в мире. Несмотря на то, что такие величественные животные в буквальном смысле слова утопают в навозе, забытые и брошенные всеми, надежда на то, что их сильные гены победят, остается. А царственная кровь кавалерийской породы еще покажет себя в новых скакунах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова